Акул, ты был мне другом. Я думал, что могу положиться на тебя. Надеюсь, я не ошибался. Всем привет, друзья! Меня зовут Денчик и четвертый тур Кубка Фиферов начинается, где мы играем лигами. И догадайтесь, какая лига мне досталась? Я чувствовал, я прям знал, что это будет Мексика. Это очень плохо. Погодите минутку, сегодня я играю свой четвертый тур своей мексиканской лиги против Акула, у которого турецкая лига. Но сегодня самое главное не расслабляться, потому что Акул делает сенсации. Он сыграл ничью с Геной Миллером, хотя в дополнительное время, которое не засчитывалось, он его обыграл. И он обыграл Гудмакса. Акул вполне может выдаст хорошую игру, тем более сегодня у меня вот эти вот ребятцы. Из всех этих ребят более-менее выглядит только Кейсуки Хонда, который раньше выступал за ЦСКА. Ну и у него, кстати, достаточно неплохие старты. Я надеюсь, что он поможет мне сегодня одержать победу, тем более он японец. Этот улыбчивый голкипер, он очень противоречивый и он может как спасать тебя просто вот из мертвых ситуаций, так и пускать такую дичь. Но еще все-таки неплохие старты есть у нашего форварда Джанини. Пара неплохих нападающих на скамейке. Да не, на самом деле, если честно, составом можно играть. Единственное, кто, конечно же, очень сильно смущает, это наши центральные полузащитники, потому что они маленькие. В общем, это лучшее, что я смог высосать из мексиканской лиги и остается узнать, что придумал Акул. Ну что же, мои мексиканцы уже вкусили тако и буррито и сейчас Аклбек. Стат у него явно получше, чем у меня. Турецкая лига, оказывается, будет посильнее мексиканской, хотя кто бы сомневался. Но сегодня мы постараемся выдать просто безумно эмоциональный и мощный матч. Сыграем черной формой Ромой. Ну и давайте смотреть, кого же он там собрал. Ай-яй-яй. Так, Джулиана, какой-то на букву Т вот этот парень, Муслера на воротах, Пеппе, Майко. Ну, в общем, составчик мощный. Акул готов, Акул жаждет победы. Если он сегодня побеждает меня, он уже 100% выходит из группы. Но сначала музыкальная пауза, я хотел сказать, нет, киберспортивная пауза. Кейсуки Хонда. Да, брат Акул, вот он, тот человек, который сделает сейчас игру. Мы начинаем это хорошо и сейчас нужно сразу же показать Акулу, показать прессинг и пресс. Ван Джони делает прострел в штрафной, можно забивать первый гол. 1-0, я думал офсайд, но нет. Акул, привет. Ай-яй-яй-яй-яй. Киков даже не дал потрогать ему мяч, уже забиваем гол, да. Фух, бля, пиздец, я нервничаю. Я говорил, что не буду нервничать, но ни хрена у меня не получается. На самом деле это сейчас заставит Акулы раскрываться, это тоже хорошо. Так, так, ой-ой-ой, какое пространство это сейчас мог быть гол, потому что у меня просто центр поля провалился. Ой, какая передача-то прошла в итоге. И сейчас подачка на Валенсию, Валенсия, шлюпни. Кейсуки Хонда, можно издалека попробовать, у тебя удары классные, но пролетает мимо. Победа над Акулом оставляет для меня шансы, шансы, чтобы пройти группу. Не открываем зоны, но сейчас может быть, но наш голкипер пока что выручает чудеса отскоков. И все-таки счет становится 1-1, затолкал Акул мяч в ворота. Игра обещает быть занимательной. Так, ребят, нужно встретить. Не дать пробить ни в коем случае, Акул начал меня прессинговать. И удар, конечно, был из офсайда, но все равно. Хонда может и на финтах попытаться обойти, но здесь слишком было просто для Акулы отнять мяч. Ой, блядь, пожалуйста, голкипер лучший! Аккуратно, все, тихо. Возможно, сейчас пройдет пасец, и что творят? Что творят мои игроки? Боже мой, у Акула были такие шансы, он их не реализовал. И вот этот вот прострел на 45-й минуте, Валенсия первый на мяче. Фух, ладно, уходим на перерыв, меняем тактики. Акул хорош. Совсем не видно Побона, выпустим Жиджнака. Так, ребят, встречать, встречать, встречать не дать, голкипер хорош. А вот он, собственно, свеженький, Жиджнак, давай! Боже мой, Акул, извини меня. Но, походу, это три очка в мою пользу. Ой, Жиджнак, заменка сработала. А неплохо так, Жиджнак-то вошел в нашу команду, как-то он ее освежил, что ли. И сейчас можно еще один удар наносить. Интересно, конечно, то, что у меня игроки просто выключились из борьбы, голкипер лучший. Просто сегодня тащит. Акул прям сильно пошел вперед, и сейчас у него есть шанс забить гол. Ой-ой-ой, там нет для пенальти никакого. Жиджнак, передача в центр, и это Валенсия, можно бить Биби из-под защитника. Теперь вопрос, насколько Акул умеет разыгрывать эти штрафные... Ой-ой-ой, два забегания. Два забегания, держать, держать! Фух... Удар с разворота, рикошет, и сейчас угловой будет. Подача углового... Вынос! Пока что просто меня проносит. Я не знаю, может быть, потому что у меня команда слабее, чем у Акулы, и в бой идет Гандикап. Так, если сейчас не пропускаем... Да в любом случае, сейчас будем делать замены, будем менять тактику, потому что игра не клеится. Подача углового надо выносить, но как неудачно! И сейчас давайте вынесем! Давайте вынесем! Да вынесите вы просто этот мяч! Ну, сейчас прилетит. Сейчас должно прилететь. Слишком неплохо, голкипер. У меня игроки просто подсели. Но Филиппо Мора, блядь! Что? Что за лонгшот? Ёб твою мать! Вышел игрок на замену, называется. Такую, блядь, положил! СМСки, СМСки пошли! Ёбаный рот! Акулы, извини, пожалуйста. Но это пиздец, гол. И, собственно, последние минуты можно на весь их сделать! И давай просто похорони! Я хотел сказать, но мимо. Ну что же, плюс 3 очка в мою копилку. У меня теперь 4 очка, и все решится в матче с Геной Миллером. Но, в свою очередь, могу сказать то, что Акул сыграл очень хорошо. И создал просто уйму моментов у моих ворот. Для Акула пока что ничего еще не заканчивается, впрочем, как и для меня. И все будет решаться в последнем туре. Обязательно, ребята, перейдите по ссылочке в описании. Гляньте, что там получилось у Акула. Потому что мне кажется, что он горит очень-очень ярким таким и жарким огнем. Но это футбол. И в итоге, после 4 туров, я сохраняю шансы на выход из группы. Впереди меня ждет Гена Миллер. Впереди моя Англия против его Бельгии. И это будет просто финальная жаришка. Влепи лайк, если жалко Акулы, или ты рад за меня. Также подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и с вами был Дэнчик. Скоро увидимся.